В Петербургском спортивно-концертном комплексе открылась Троицкая выставка-ярмарка. На ней петербуржцы и гости города могут помолиться вместе со священниками из Луганска о прекращении братоубийственного противостояния на Донбассе. Подробности в нашем следующем сюжете. Главная святыня выставки – Луганская икона Божьей Матери. Впервые она была явлена старцу Филиппу в 1905 году 13 июня. Было написано 10 ликов Пресвятой Богородицы, из которых старец выбрал один и не расставался с ним. В конце жизни отец Филипп предсказал судьбу образа. Он сказал, что икона пропадет. После его кончины сразу икона исчезнет. И позже будет написана новая икона. Так и сбылось. Икона действительно была украдена. Сразу после кончины старца не успели его еще даже отнести на кладбище, похоронить. И в 1992 году по блассованию митрополита Луганского и Старобельского и Никия была в Пскопчерском монастыре архимандритом Зеноном написана луганская икона Божьей Матери, которая здесь с нами сейчас находится на выставке. Отец Иоанн привез чудотворный образ из Свято-Петропавловского собора в Луганске. Батюшка уже побывал с ним на выставках в Твери и Липецке. И везде к нему подходили люди. Рассказывали о случаях помощи Божьей Матери. Сегодня на Троицкой выставке петербургские священнослужители читают перед иконой Акафист, служат молебны. И вместе с посетителями ярмарки они молятся о прекращении братоубийственной войны на Донбассе. Мы приехали для того, чтобы здесь людям рассказать о ситуации в Луганске, получить их молитвенную и материальную поддержку. Потому что наш регион сейчас находится в блокаде, нет средств к существованию людям, церковь занимается помощью этим людям. Поэтому мы от епархии представляем, собираем пожертвования, собираем различную помощь. Это уже пятая Троицкая выставка, организованная Творческим объединением «Духовное наследие». Более 160 участников представляют храмы и монастыри Русской Православной Церкви. Например, на выставке можно познакомиться с самой северной в мире православной обителью – Трифонопеченским мужским монастырем, который был основан пять веков назад Койским Святым Трифоном. Обитель трижды горела и трижды восстанавливалась. Последний раз она была разрушена в 45-м году прошлого века. Монастырь был восстановлен в 2000-м году, даже немного попозже, опять-таки благодаря финским архивам, потому что в Финляндии сохранились в архивах фотографии монастыря, были сделаны фотоснимки с космоса, и по тем сопкам, по пейзажу делались сравнения, и по тем фотографиям, которые были сделаны из космоса, был найден фундамент зданий, и на этом месте восстанавливается в нашем монастыре. На выставке петербуржцы могут познакомиться с православными мастерскими, издательствами, трезвенническими организациями. Одна из них – Питер без наркотиков. Ее руководители бесплатно берут на реабилитацию всех, кто сам желает освободиться от пагубной зависимости. Наша задача такая, наша цель, чтобы люди знали, что есть выход из этой ситуации, трудная жизненная, наркомания, алкоголизм, именно через православную церковь, именно с помощью ее. То есть на том фоне, что очень много, к сожалению, всевозможных сект и прочих-прочих организаций, которые ведут совершенно не работу другую, противоречивающую, мы тем самым хотим предложить реальную помощь именно таким образом. Петербуржцы и гости города могут не только приобрести на ярмарке продукцию монастырей и храмов, но и пообщаться с духовно опытными людьми, со священниками, которые всегда дадут добрый совет. Выставка будет открыта до 3 июня в спортивно-концертном комплексе. Продолжение следует...